С вами горячие новости Valve. Создатели доты ублажают арабского принца. Теперь нельзя скор звездочкать, звездочкать, звездочкать игроков в доту. Среди создателей шмоток найдена элитная каста. Айсфрок вернулся на форум доты. Как ты уже наверное заметил, Valve ввели фильтры чата в недавнем патче. Теперь все маты заменяются звездочками. Давай-ка потестим этот фильтр на всем известном... Я перенабрал слова Рамзеса в чат. Буквально сразу бросаются в глаза два фейла. Во-первых, часть матов система пропускает. Причем это вполне очевидные маты. Во-вторых, цензуре подвергаются обычные слова. Например, ты знал, что тебя это ругательство по мнению доты. А как насчет слова команда? Хорошо, хоть в лоу приорити не посылает за это. Абсурдность ситуации в том, что цензуре подверглись и части самой доты. Для примера приведу английскую версию игры, чтобы было понятно, что проблема не только у нас. Вот в описании вещей можно увидеть знакомые нам звездочки. Вообще, есть такая штука, как регулярные выражения. И с ее помощью можно хотя бы настроить фильтры, чтобы слова типа тебя или команда не банились. Ну, Valve хотя бы оставили возможность отключить этот бесполезный фильтр. Делается это в настройках. Вкладка сообщества и убираем галочку на Enable Text Filtering. Знаешь, что самое смешное? Этот фильтр обходится просто элементарно. Первый способ это нечто. На многие слова фильтр срабатывает только если их написать грамматически верно. Вот я играю со словом, который осуждает Твич. Видишь, в конце он два раза его цензурит. Но это только потому, что я написал его правильно. Если И заменить на Е или О заменить на А, то все нормально. Это не маты. Получается, что эти фильтры мата вообще не тестировались. Их просто сразу вкинули в клиент. Очень странное решение от Valve. Второй способ обхода фильтра это просто ставить пробел посреди матерного слова. Работает безотказно с любыми матами. А еще я видел предложение писать на транслите. Это, конечно, сработает. Ну уж, больно как-то геморно. Я нашел способ гораздо проще. Погляди на скрин. Эти две фразы я написал друг за другом, но зацензурило только вторую. А знаешь почему? Да потому, что я использовал английские буквы Y и E вместо русских U и E. Вот тебе и третий способ обхода фильтра. Ну и самое главное. У голоса нет никаких фильтров. Поэтому ты и дальше будешь слышать в голосовом чате про крепочков, родителей и прочие прелести. А я напоминаю о подписочке на Бусти. Вливайся в наш уютный чатик в телеге или же просто поддержи канал. Да и вообще на Бусти разные бонусы доступны. Например, текущие подписчики уже знают о ком будет следующая темная история. Ведь они сами за нее и проголосовали. И да, если ты хочешь просто задонатить, тоже используй Бусти. При подписке можно указать срок 1 месяц и любую сумму на твой выбор. Впервые за долгое время IceFrog снова пошел на контакт с англоязычной аудиторией. На форуме DevDot и он написал, что в ближайшие недели они планируют выпустить новый патч, где сфокусируются на изменениях экономики и предметов. А вот изменения героев они сделают позднее. Но я хотел бы обратить внимание не на сам пост, а на реакцию комьюнити. Вот первые два ответа на этом форуме. Сначала человек возмущается, мол, где моя новая калибровка, а потом другой пишет, что IceFrog уничтожает Доту и ему вообще пора уже на пенсию. В своем видосе про IceFrog я о нем очень много чего рассказал, но я там не упомянул один известный факт. Он перестал общаться с англоязычной аудиторией именно из-за такой вот агрессии и хейта. В далеком 2011 году IceFrog выложил на форум фотки своего котенка и задал вопрос, как же его назвать. А в ответ ему посыпались тонны негатива, обвинения и упреки. Мол, ты какого хрена с котом играешься? А ну быстро пошел патч делать. И все в таком духе. Ах, очень надеюсь, что после такого вот радушного приветствия IceFrog снова не уйдет в тень на очень долгий период. А вот следующая история бросает тень уже на самих Valve. Речь пойдет о шмотках в Доте, точнее о содержимом сундука Collector's Cache. Изначально на реддите был опубликован вот такой скриншот. Три этих сета на разных героев имеют нечто общее. Все они значительно превышают полигональные лимиты, установленные в Valve. И это дает им огромное преимущество над конкурентами. Что, пока ничего не ясно? Но смотри, полигоны это составные части всех 3D объектов. Проще всего будет показать на примере шара. На самом деле, любой элемент в форме шара, как в Доте, так и почти во всех играх, это никакой не шар, а куча мелких треугольников, то есть полигонов. На левой картинке ты видишь, как выглядит шар, если использовать мало полигонов. По центру полигонов больше, теперь поверхность шара выглядит значительно более гладкой, но этого все еще недостаточно. Сам шар теперь как бы состоит из квадратов, но на самом деле каждый квадрат это два слепленных вместе треугольника. А вот справа полигонов так много, что ты вообще не видишь ребер, то есть неровностей. Тебе кажется, что это шар, хотя на самом деле это все еще куча слепленных вместе треугольников. Давай-ка я отдалю эти шары. Ну что, разница между средним и правым шаром сильно заметна? То есть много полигонов есть смысл использовать для главного объекта, то, что можно вблизи рассмотреть в кадре. Ну например, как мое лицо. Но вот для вот этих вот игрушечек можно использовать мало полигонов, ведь они где-то там на заднем плане и на них мало кто обращает внимания. Вот еще пример с лицами. Самое левое выглядит бюджетно, но и ресурсов на обработку оно потребует в 20 раз меньше, чем самое правое. Получается, у разработчика есть выбор. Поместить в кадре одного супер детального мужика как справа, 10 менее детальных как по центру или 20 бюджетненьких. Теперь снова к доте. Поскольку по карте бегает одновременно 10 героев, да и вообще много чего еще происходит, Valve установили лимиты на полигоны для каждой модельки. А иначе просто кто-то бы сделал какого-то супер детального морфа, тот бы бахнул волну и у тебя бы просто сгорел процессор или видеокарта. Так вот на том самом скриншоте с реддита показано, что модели из сундука Collector's Cache сильно превышают лимиты по полигонам. То есть они гораздо более детальны, чем у конкурентов. И тут очень важно учесть, что за все предметы из Collector's Cache было пользовательское голосование. То есть в игру по итогу добавляли только лучшие предметы. Получается у этих превышал, был такой хороший перевес над всеми остальными, банально за счет того, что они были гораздо более детализированы. Потом появился еще один скриншот, где было аж 10 моделей с превышением лимитов. Более того, оказалось, что все эти сеты создавались одной группой людей. На этой волне люди стали выкладывать скриншоты и более старых моделей. Оказывается, раньше тоже были нарушения лимитов по полигонам. Слева ты видишь модель из сундука прошлого года, а справа модель, которая подходит по лимитам на полигоны. А вот моделька из 2018. Все те же авторы и снова превышение лимитов. Есть целых три объяснения для этой истории. И первое не слишком-то уж дискредитирует самих Valve. А заключается оно в том, что нечестные дизайнеры нашли какие-то лазейки в редакторе. То есть люди банально копаются в файлах доты и делают так, что система контроля полигонов пропускает вообще любую модель. В дополнение к этой версии появилась теория, что хитрые дизайнеры публикуют разные версии моделей для голосования и для самой игры. То есть для тебя они делают супер детальную модельку, а Valve скармливают урезанную и в игру по итогу тоже добавляют урезанную. Вторая версия гласит, что в доте есть какие-то привилегированные группы дизайнеров, которые могут нарушать правила. Более того, Valve их сами нанимают и им же сами снимают все эти ограничения. Это-то, конечно, вполне возможно, но зачем выставлять эти шмотки на общее голосование с непривилегированными дизайнерами? Если Valve сами наняли этих ребят, то почему они просто напрямую не добавляют их шмотки в игру? Непонятно! Ну а вот третья версия этих событий гораздо более интересна, и клонит она в сторону темных делишек от самих Valve. Согласно этой версии, Valve сами добавили все эти шмотки в обход любых ограничений, а сделали они это, чтобы задобрить арабского принца. Арабская ночь! Стоп, чего? Какой еще принц? Морф, ты что, поехавший? Возможно, давай разбираться. Ник этого якобы принца Архангел Юджи. Тот самый сет на Луну, превышающий лимит полигонов, он поставил на аватарку еще очень давно. А читерский сет на Фуриона он сам публиковал на Реддите, причем делался этот сет по его личному заказу. Архангел Юджи, естественно, числится в савторах многих читерских сетов. Но с чего я взял, что это именно принц? Ну, как минимум, он очень богат. Все последние годы он был топ-1 донатером компендиумов, набивая сто тысячные уровни и выше. Только в этом году он потратил на компендос более 20 тысяч баксов. А его инвентарь хоть сейчас и закрыт, но люди пишут, что там сотни тысяч баксов. Но стопроцентных пруфов, что это реальный принц, конечно, ни у кого нет. Более того, знающие люди пишут, что реальный принц, то есть сын короля, никогда не стал бы вот так вот раскрывать свою личность и тем более общаться на Реддите с какими-то там простыми работягами. Зато я открыто общаюсь в комментах с простыми работягами. Так что ты пиши комменты, глядишь и в следующий ролик попадешь. И не забывай про колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Но вернемся к нашему принцу. По слухам, он родом из Саудовской Аравии, а там этот титул носит очень-очень много людей. Это что-то типа титула князя на Руси. Только не стоит это путать с титулом наследного принца. Вот такого-то как раз есть только один. И это сын настоящего короля. По инфе сразу нескольких юзеров, архангел Юджи является не принцем, а родственником принца. Вероятнее всего, что это сын вот этого человека. Это реальный принц, член королевской семьи Саудовской Аравии. Его состояние оценивается в 3 миллиарда баксов. Правда, он погряз в каких-то внутренних семейных разборках и попал в тюрьму. В общем, очередная темная история. Вернемся к нашему архангелу. Очевидно, что он очень богат. И тут возникает вопрос. А могли ли Valve в обмен на определенную сумму задобрить его, так сказать, и убрать эти лимиты на полигоны? Но допустим, это правда. Но зачем опять же выставлять эти модели на всеобщее голосование? Не проще ли просто напрямую добавить модели богача сразу в игру? А может быть он подкупил какого-то из сотрудников Valve? Неужели это коррупция в логове Габена? Valve объявили, что расследуют это дело. Но секунду, они получается расследуют свою же деятельность? И что мы получим, если Valve таки облажались? Два бесплатных вращения колеса в доте? Ладно, если говорить серьезно, то предугадать исход этой ситуации крайне сложно. Как говорится, запасаемся попкорном и ждем. Ну а ты пока пиши мнение по этой ситуации в комментариях, ставь лайк, ну и не забывай про другие мои ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok